Как вылечить и лечить анотия? Анотия, нет уха, описывает редкое, врожденное уродство, что включает в себя полное отсутствие ушной раковины, внешне проецируется части уха, и сужение или отсутствие наружного слухового прохода. Это контрастирует с микротией, в котором небольшая часть ушной раковины. В настоящее время, анотия и микротия может происходить в одностороннем порядке, только одно ухо пострадавших, или на двусторонней основе, оба уха затронуты. Это уродство приводит к кондуктивной тугоухости, глухоты. Развитие уха начинается примерно на третьей неделе человеческих эмбриональных развития, начиная с образованием слуховым плакоды, который является продолжением ранней задней головного мозга. К четвертой неделе развития слуховым плакодой инвагинировать, или тонуть внутрь, образуя ямы, которые закрывают себя от наружного поверхностной эктодермы и начать формирование внутреннего лабиринта уха к Внутри Развитие наружного уха начинается примерно пятой неделе. Эмбриональное развитие человеческого После глоточных дуг прицердия курганов начинают формироваться Посредством Седьмой неделе три пары бугорков имеют увеличенный Дифференцированный и сплавленный вместе, чтобы приступить к формированию ушиной раковины, или из Части уха На протяжении всего внутриутробного развития бугорки будет двигаться из сторон Шеи к боковым сторонам головы Одновременно в седьмом Неделя развития слуховой трубы начинает формироваться из ряда Барабанная перепонка Человеческое ухо и обработки звука Человеческое ухо делится на три секции Каждая секция имеет Обладает своей собственной специализированной функцией Наружное ухо действует как воронка, и принимает в звуки Среднее ухо имеет барабанную перепонку или барабанную перепонку и несколько Маленькие кости, которые перемещаются с помощью звуковых волн, которые вошли в Ухо через канал Эти движения очень мало, как вибрации И передаются во внутреннее ухо Внутреннее ухо содержит структуру, называемую улитку, которая Содержит небольшие волосы как клетки, которые реагируют на звуковой информации И передает его через нервные импульсы вниз слухового нерва и к Мозг, где они обрабатываются Выделенную причина Причина не связана с синдромом ИС Анотия или микротия неизвестно, хотя, как полагают, ИС Генетическая основа Развивающих анотия, микротия происходит, когда определенные ткани Связанные с предсердием не развиваются Этот редкий дефект может Происходить как часть синдрома или как изолированной ненормальности Это Дефект может быть подразделены на 4 типа в зависимости от Степень аномалии Тип И Внешняя часть уха мало по размеру Предсердие Структура нормальна Тип 2 Предсердие находится в крючке или форме ИС Наружное ухо только Умеренно ненормальное Тип 3 Небольшое количество структуры основной Мягкие ткани уха отсутствуют Хрящ Предсердие ненормально по внешнему виду Тип 4 Наиболее серьезный тип Анотия Все внешние структуры Уши отсутствуют Дефекты, влияющие на внешний слух, такие как Результаты предсердия от пороков развития или подавления ауэрикулярные Бугорки, которые представляют собой небольшие вздутия на эмбриональных висцеральных дуг Или зачатки наружного уха, небольшие вздутия Полученные с первого и второго глоточных дуг Поскольку уши и почки развиваются одновременно, дети Суходефекты часто проверяются на наличие дефектов в почках при рождении Близкие по теме синдромы 20% до 40% детей с микротией, анотия будет иметь дополнительные Дефекты, которые могли бы предложить синдром Триочеркалинс синдром, ТКС, врожденные заболевания, вызванные Дефектный белок, известный как патока, и характеризуется Краниофоциальные уродства, деформированные или отсутствующие уши также видели в Этот синдром Эффекты могут быть мягкими, не диагностируются до тяжелой, что приводит к смерти Поскольку дефекты уха сильно отличаются в этом беспорядке и не Влияют только на внешнее ухо, но и среднее ухо, а также Реконструктивная хирургия не может помочь со слухом ребенка и в Этот случай кости Закрепленный слуховой аппарат будет лучше БАО будет только работать, поэтому если Внутреннее ухо и нерв не повреждены Гальденхара-синдром, редкий врожденный порог развития, который вызывает Аномалии развития лицевого Также известны как Ачулаури-Чулар Дисплазия Аномалии лица включают недоразвитые, асимметричные Половину лица Дефект может воздействовать ткани, мышцы и Основная структура куст стороне лица С Ненормальность Синдрома Блепарон-Мач-Ростомио, АМС, редкое генетическое заболевание Характеризуется различными физическими аномалиями, которые влияют на Краниофоциальную область, кожа, пальцы и половые органы Лечение Лечение будет изменяться в зависимости от разных сортов, но наиболее Распространенным является хирургическое восстановление Хирургический вариант косметическое Реконструкция нормальной формы внешнего уха и ремонт Ушной канал В менее тяжелых случаях реконструкция будет достаточно Восстановить слух В классах анотия, микротией, которые влияют на средний Ухооперация с использованием костного заякоренного слуховых аппаратов БАО Скорее всего, восстановить слух БАО может быть хирургическим путем имплантировали на череп который будет Позволяют в течение некоторого ремонта слуха за счет теплопроводности Через кости черепа Это позволяет звуковые вибрации проходить через кости в голову Внутреннее ухо БАО – имплантируемый слуховой аппарат Это единственный слуховой аппарат Устройство, которое работает через прямую костной проводимости Большинство детей с изолированной формой двусторонней или односторонней Анотия, микротией не делать хорошо после хирургической коррекции и есть нет Отрицательное воздействие на развитие ребенка, а это операция Как правило, выполняется в первые годы ребенка Общее осложнение после операции, общее препятствие на пути исцеления для Те, кто получил корректирующие операции включают в себя инфекции, бедные Заживление ран, а также чрезмерному рубцеванию